Пожалуй, тренеры по фигурному катанию могли только мечтать, что Чита станет главной сибирской кузницей начинающих конькобежцев. Но благодаря шоу «Дети на льду звезды» таланты из Забайкалья прославились на всю страну. Один из участников проекта – Максим Черных. В три года ему прочили карьеру пловца. Я вот в Крым ездил, и там я захотел научиться плавать, чтобы в море поплавать. И меня тренер назвал Эхтиандр, он меня назвал, потому что он сказал в длину проплыть мне, а я весь круг обошел. Когда мальчик увидел выступление фигуристов, он полюбил воду в другом ее состоянии. На льду он начал трудиться настолько упорно, что даже удивил своего наставника. Амбиции чемпионские, не иначе. Он катается всего два года. То есть за два года он довольно-таки достиг таких результатов, но которые обычный ребенок бы не смог это сделать. То есть он уже лучше двойные, аксель полтора оборота. На столичной площадке в исполнении Максима на льду появился сам Иван Васильевич. Снова сменив профессию, царь предстал на суд главных персон российского фигурного катания. Ты очень прилично катаешься. Просто ты так разнервничаешь, что несколько раз тут припал. Не надо нервничать, нужно голову направить таким образом, чтобы контролировать каждое движение. То же самое настроен делать и Костя Ведунов. Увидев его военное выступление, судьи убедили мальчика по возвращению домой работать над навыками фигуриста как можно больше. Я думаю, что для Кости самое важное, что он увидел своих конкурентов, понял, к чему надо стремиться и уверен, что будет тренироваться с удвоенной силой. Мама заметила, сын действительно стал работать на льду гораздо усерднее прежнего. Кстати, именно она своими руками за неделю сделала костюм солдата. Ну я до трех ночи тоже каждый день сидела, шел, с работы приходила. Еще у нас тренировки вечерние, после тренировок до 20 часов в 10 и за машинку. Это сегодня Костя идет на тренировки в любую погоду и хочет попасть в сборную России по фигурному катанию. А в свой первый выход на лед кричал «Снимите с меня коньки». Я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Я хочу победить, я очень сильно настроен и прорвусь в этот финал. Семьи детей-победителей получат целевые гранты на финансирование занятий фигурным катанием. Но главное для ребят – возможность пробиться в большой спорт. Идея проекта была предложена и реализована компанией «Ростелеком» – многолетним партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Нужно нам проголосовать так, чтобы наши дети попали в финал и выиграли его. Потому что мы знаем, что любые такие социальные проекты – это путевка в жизнь нашим детям. 18 октября, в единый день голосования, вы можете приблизить к финалу любого фигуриста шоу «Дети на льду звезды». Для этого нужно отправить смс с кодом участника на номер 3242. Цена сообщения – 50 рублей. Деньги будут переданы на благотворительность. Также вы можете оплатить голос бонусами компании «Ростелеком». Наталья Оршинская, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ